Всем привет! Приглашаю вас сегодня в наш день женский. Он не совсем типичный, потому что сегодня Евочка уходит на весь день к бабушке. К нам приехали гости и я полностью предоставлена сама себе с 10 утра до 6 вечера. Евочка сегодня на завтрак попросила блины, поэтому каждому со своим мне со сметаной, Саша, с вареньем или с медом. Быстро на пеку, поедим и в путь! И обязательно посмотреть в свой дневник, ежедневник, где я записываю все дела. Погода прекрасная, не очень жарко, но солнечно. Мы с Евочкой мчим к нашей палочке-выручалочке, к моей маме, которая предоставляет мне такую уникальную возможность детского практически садика на дому, куда я могу отвезти Еву и поработать спокойно. А сегодня так вообще праздник! А сегодня так вообще праздник! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Начинается самая насыщенная часть дня. Я решила сразу вынуть посуду, потому что, зная себя, если долежит до вечера, так и долежит и до утра. Мою нашим мылом хозяйственным, который сами мы варили. И приятно удивляюсь тому, что за полгода эта раковина, несмотря на мои опасения, осталась белой. Всего лишь нужна была сода и регулярная уборка. Сейчас практически каждый день я что-то собираю и сушу и всегда упаковываю в стеклянные банки. В этом году планирую все травы так упаковать, потому что мне очень нравится их качество. Конечно, место они занимают много, банки, но это того стоит. Ну и в промежутках, конечно, отвечаю на ваши комментарии. В основном всегда это делаю я, Саша кто-то по технической части. Пока я туда-сюда ходила, соседка принесла, подарила мне луковицу очень красивых сортовых пионовидных тюльпанов. Поэтому посажу их пока так. Не знаю, если честно, правильно я это делаю или нет, как с ними поступать. Не имела дело, особенно с тюльпанами. Ну вот пусть пока поторчат здесь. Много времени, конечно, отнимает прополка. Я мульчирую, но не всегда хватает мне травы на все про все. Поэтому сейчас я просто быстренько прополю это и потом уже, когда мы будем косить в скором времени весь наш огромный участок, я думаю, что найдется трава, чтобы все это заложить. Музыка Давно до этой грядки не могла добраться, а нужно было, потому что часть рассада не высажена, а пора. Она уже подсыхает, куда себя чувствует. Музыка Вот этот барбарис мне в прошлом году подарила соседка другая, он из семян выращенный, хорошо прижился. Копаю сначала, взрыхляю, выбираю корни. Музыка И достаю свой супер агрегат, который вы уже знаете. Я не помню, мы его покупали, по-моему, еще когда жили в Москве, да, в Бюро Мерлине, за 3,5 тысячи рублей. Очень удобные именно для таких задач. Для мелких, конечно, большие. Просторы им так не обработаешь. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Кормила всех и вспомнила, что обещала пчеле нашей хлебу кусочек, да и посмотреть, чего она там сильно кричит. Хотела перевязываться, Саши долго не было. Вернулась, руки помыть и заодно теплицу закрыть, потому что показалось, что холодно. Все растет, все хорошо, мышь ушла. Пока. Но до этого утащила еще и перец. Вроде уже больше недели тишина. Всякого набрала, возвращаюсь домой, чтобы по-быстренькому, не раздеваясь, поставить в воду цветы и разложить в сушилку собранные листья. Яблочные я сначала буду ферментировать перед сушкой, чтобы получился вкусный чай с яблочными листьями. Ну вот и подошел к концу трудовой рабочий день. Практически я к своей девочке возвращаюсь уже 6 вечера. Папа нас тут шашлыками встречает. Саши все еще нет, он на пасеке. Такой вот большой длинный женский день получился. Я желаю всем здоровья, хорошего настроения и прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok